Всем привет! В этом ролике я хотел бы обсудить спойлеры будущего обновления, именно майского обновления, которое должно выйти буквально через 2 дня, то есть 9 числа. Поэтому мы сегодня все рассмотрим, посмотрим. Спойлеров довольно-таки мало на самом-то деле, но я думаю есть что посмотреть, есть что рассказать, показать. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Но в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите приятные бонусы, плюшки, вся информация есть в описании под видео. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь с данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Итак ребятки, первое что нам показали, это получается будет новый скин, новый аксессуар, именно меч и маска. То есть скорее всего этот скин, эти аксессуары будут в наборе. Также получается можно будет менять стиль данного скина, то есть можно будет его сделать черный, красный и желтый. То есть улучшить эту одежду, используя чертежи улучшения, чтобы открыть новый стиль. То есть скорее всего эти чертежи будут либо в донате, либо возможно в пассе, либо получается в призах на ивенте. Также для госорганизации, для ФСБ, ППС и ДПС сделают новую систему удостоверения. То есть здесь будет написано должность, никнейм, взвод и так далее. То есть будет написана подробная информация. Следующие изменения у нас уже связаны с автомобилями. То есть получается будет новый обвес на ВАЗ-2109. То есть вот такой вот красивый обвес, который вы сможете поставить на свой автомобиль в тюнинг-центре. То есть это реально прикольно, то что они дошли уже до Жигули именно девяток. Возможно будут какие-то изменения с восьмеркой в будущем, либо еще с каким-то автовазом. Также очень большие изменения произойдут с машиной Nissan Silvia S14. То есть будет получается три модификации. Можно будет ее сделать как из Форсажа, будет еще какой-то обвес. И в стиле получается Сергея Стилова. То есть любителям японских автомобилей, я думаю, Сильвия прям очень понравится. То есть вот первый вариант, как у Стилова, это вообще очень классно выглядит. Ну и мое самое любимое, это то, что на, получается, BMW M5-60 добавят новый обвес под названием Hammond. То есть будут диски Hammond, обвес Hammond. Вот такой вот красивый зеленый цвет. То есть обвес реально выглядит очень симпатично. Потому что, что есть сейчас, допустим, на M5-60, мне как бы не особо нравится. А вот в таком виде, в таком обвесе, на таких дисках, она смотрится очень красиво. Ну и, конечно же, появится новый кейс, кейс мероприятий. То есть вы будете участвовать в системных мероприятиях, и вам за это будут давать кейс. Я об этом уже записывал отдельное видео, но немножко проговорю. То есть будет новый кейс, в котором будут вот такие вот интересные призы, очень дорогие. Со временем этот кейс будет меняться, будет что-то убираться, что-то добавляться. И в неделю будут даваться до 15 кейсов. По поводу ивента, получается, еще не было никаких комментариев. То есть никто ничего еще не показывал, не рассказывал. Хотя до обновления буквально осталось 2 дня. То есть, ну, в теории, как это должно быть, обнова должна выйти 9 мая. Как обычно это происходит. То есть должен быть, по идее, пас. Будут призы. И будет самовед, на котором вы сможете копить эти монеты. То есть будет, получается, 2 режима, где вы будете стреляться на локации. То есть 2 команды. Одна это Советский Союз, а вторая это, получается, Германия. Как было и в прошлом году. Ну и, конечно же, будет режим с танками. То есть какой-то информации по поводу ивента никто еще не говорил. То есть ничего не показывали, не рассказывали. Но, скорее всего, ивент будет в любом случае. Потому что ивент проходит каждый год. Тем более, как вы заметили, спойлеров по обнове мало. То есть, да, будут какие-то там изменения. Новые обвесы, новые системы. Новый будет набор. Но все-таки мало, как бы, информации по поводу обновы. Поэтому, скорее всего, упор будет сделан именно на ивент. То есть, скорее всего, будет пас. Будут, получаются, интересные призы. И, возможно, появится кейс 9 мая. Потому что, допустим, был ивент новогодний. Был новогодний кейс. И не исключено то, что на 9 мая они тоже, возможно, добавят кейс. Ну, что ж, ребятки. Вот такое вот получилось видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Да, конечно, информации очень мало. Потому что, ну, ничего больше, как бы, никто никуда не выкладывал. Я все паблики посмотрел, все телеграммы. То есть, все проверил, все пересмотрел. И все, что смог, я вам показал. Поэтому, надеюсь на вашу активность. Ставьте лайки. Ну, и, конечно, подписывайтесь на канал. Будем надеяться на то, что обновление выйдет вовремя. Именно 9 мая. И мы все будем сидеть на ивенте. Возможно, что-то еще интересное добавят. То есть, будем надеяться реально на лучшее. В принципе, так часто обновления выходят. А тут еще и вентик сейчас добавят. И будет вообще реально прикольно. Поэтому, просто ждем. На этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому, заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.